Ух ты! Здравствуйте! Еще пару месяцев назад здесь были голые стены. Глава тогда был на объекте и собственник спортцентра обещал открыться к майским праздникам. Слово сдержал. Сегодня свою оценку дали и спортсмены, и тренеры. Здесь хороший пол, как бы такой скользит, как бы такой средний. Но сам он такой просторный. Прекрасный, шикарный зал. И нам бы вот этот зал с утра до вечера с удовольствием детей воспитывали здесь, растили. Будешь чемпионок. Но залов для игровых видов спорта в республике еще не хватает. Особенно профессиональных, чтобы проводить массовые соревнования. Та же проблема и с бассейнами. Ижевские синхронистки опробовали новую воду. Для любительского плавания здесь созданы все условия. Даже занятия для инвалидов проводить можно. Чтобы места на дорожках хватало всем, в городе строят 50-метровый бассейн для спортсменов. Когда разгрузятся и спортивные бассейны, и хватит места всем спортсменам и до США. Потому что пловцов сейчас все больше и больше, детей все больше и больше, желающих заниматься в спортивных секциях. И для населения тоже будет более комфортно. В этом центре любителям спорта должно быть комфортно. Здесь шесть этажей на каждом свое спортнаправление. Это тренажерка, оборудованная на миллионы. Снаряды новые. Как на таких заниматься, демонстрировал министр спорта. Все, и работаешь. А ногами что? А ногами просто ставишь. То есть вот. А, вот. Пропускная возможность нового ФОКа – 2500 человек. Но физкультурников в Удмуртии с каждым годом больше. Имеющиеся комплексы перегружены. В условиях, когда возможности бюджета ограничены, государственно-частное партнерство – единственный выход, уверен глава. Этот центр обошелся в 245 миллионов рублей. И только 14 из них – бюджетные. У нас на будущий год объекты будут сдаваться у нас в Кирогово. Будут также сдаваться объекты в Сарапуле, в городе Сарапуле. Именно по этому направлению. Государство – честно партнерство. Я призываю, что не надо стесняться, надо приходить. Государство всегда поддерживает земельным участком или еще чем-то, для того, чтобы именно занимались люди спортом. Подписано уже пять договоров на строительство новых спортивных объектов в республике. На очереди еще 20 инвестпроектов.